Дорогие друзья, добрый вечер с праздником! Сегодня мы поздравим вас вместе с ансамблем «Калинка» песнями, танцами, грузами, народных костюмов. Все костюмы, которые вы сегодня увидите, из моего шипового музея узкого народного костюма, которые я сделала сама из старинных и новых материалов, современных материалов, по старинным технологиям. Костюмы разных губернах России. Это часть. Всего 11 костюмов сегодня у них, у меня и больше. И они сделаны по оригиналам костюмов, которые находятся в музеях России. Северные и южные. Начнем. Аплодисменты Северных и южных. Шикарных и южных и южных. Аркандирский, аркандирский вез. Осетий металл. Головной упор замужней женщины создавал с кокошников. От старой русской условы кока, шкурочек. Кокошник полностью двух волос. После свадьбы женщина запретала негаче, вкладывала на голове короны и больше никогда даже дома простоволосой, непокрытой головой не ходила. На ряд невестных петербургской губернии. Такой головной узор носили повсеместно в России, но в разную региону он назывался по-разному. Корона, венец, челка, бочелок. Сталинные технологии мышек сражения побеги, то есть когда бисерки женщин пришивают и нашли, и тогда, даже если камушек потерялся, узор остается, повесенок узора остается. Девушки носили одну костюм и украшали ее на костюм, банками и лентами. А теперь еще один девичный костюм остались. Если девушка еще была не прозвольна, она могла показать эти волосы, но после помолвки тенечку закрывалась специальным курочком с вышитыми специальными оберегами. Головной убор называется «Дельничий повязка». А теперь в Москве отправляемся южнее Москвы Тула. Костюм молодых. Так называли женщин до рождения первого ребенка. Юг по нем украшено раздетками в губынском саду, а не в у меня. Для движения дают определенную структуру. А по швы на птичке закрывали уши от ненужных проговорств и от злых слов. Это костюм медитация. Женщина полностью погружалась в свой сок и садик. В Калужской кубернии Железненский улет. В этом костюме много старинных деталей, вышек. Выделял по нем старинные заводками. По нем у нас есть вот так, по тыквам или кульцам, чтобы показать обережный узор на подгонной земной убайке. А по клеткам и полюбам, которые живут и другие полюбам, можно определить не только с какого региона женщины и какого-то листата. Призай. Совершенно особенный головной уморок врага трепутся. Врага символизируют связь природы, здоровье, плодородие. Красный цвет, цвет жизни носили молодые женщины. Вот это я думаю, как по нем более старинный цвет. Настоящий, как считает. И представляете, краска носит просто хранительные краски. На бисерной позапии, на хищем садик, символы и периодики, которые тоже защищают женщину, а тоже не взгляды в садик. Вы не вертой. Ворота. Я думаю, вы уже научитесь отвечать с играми к эстерматизм. Вольмого, Аинска и Конопляная рубаха старинные. В южных районах России плодородие земля называют черноделок. И в благодарность кормили в туманской земле, вышивки в Воронежской и Белгородской областях, были черного цвета, в отличие от остальных, от остальных районов России. И вышивка всегда была краской. Московское первое действие. Здесь русская позовица. Пустья рукава работают. Одежду с длинными, иногда очень длинными, когда полы рукавами носили практические знаки религии, чтобы показать, что они работают. Сарафан московский называют «эстерматизм». И особенная форма лапа и макопошника, вышита в Волотые линии. И старинных, в основном, в основном, в основном, в основном, в основном. Вологда. Богатые ткани, пача, варха до середины 15-го лета вывозили в Россию, в Европу, в северно-морских кусок, в Франции и Африи, в обменах Соболей, Лед и Мерска. С юга мы видим, что шелковые ткани привозили с шелковыми тканями. И в нижнем Новгороде, на ярмарке, можно было купить разные легорики с востока. В костюме состоят жюба, сарапаты, тушедей. И этот тканчик называется «сбортик». Все так становится. Там вот это пусковская буберна. Век сильвы на России. Каждый из белых специальному газонезом, который пройдет в Миломолодежном городе, мог навылось вечную жемчугу. Которые использованы для изготовления украшений и мышечки на головных упорах. Шишки на тороповском саборке, который называется «шиша», символизируют плодородие, зерновые в городе. И в одной из исторических версий количество детей, которые желают тебе жизни. Кострома. Косоперный сарапат и жугай. Все очень красиво. Образиливаемые трубчатые складки сзади. Которые создали образ птицы. Этот образ очень красивый для лучшего украинского костюма. Кукольцы на одежде иногда стоили здоровые костюма. Поэтому там были ювелирные деревья, висели брат, волосы и маленькие. Кострома. Кострома. Очень дорого. Если только поможет. Можете. 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 Можете.